Хорошо, значит, давайте откроем 34 страницу. Мы видим вторую часть библиологии. И я хотел бы, чтобы мы перешли уже к этой части. Там есть еще несколько вопросов, которые поднимаются в заметках, но я думаю, нам нужно идти вперед, и есть много еще тем, которые являются более важными и ключевыми. Я хотел бы еще несколько слов сказать относительно предметов по богословию, которые преподают. Ну, обычно в семинариях разделяет богословия на четыре части. Ну, в каждой части есть три или два предметов. Богословия 1 включает собственное видение богословия. Богословия 2 включает христиологию. А когда ты переводишь, это христиология, это как транслитерация, да? Поэтому, что означает христиология? Инчая, начинка христиология. Ну, это должно быть про Христа, но я не знаю, вы это хотите слышать или что-то другое. Ну, я что-то вот это и хочу слышать, что это учение о Христе. Я не знаю, что это учение о Христе. А пневматология, это учение о чем? Что? Пневматология. Не знаю. Эвматология? Пневматология. Не знаю. Не знаю. Это учение о духе святом. Хокумасин. Сурб хокумасин. Пневмас это дух. У вас есть? У вас есть такой термин? Невматический ружье. Ну, как мы с вами говорили, это глупо. У нас концерт с кематием? Невматология. Темперии с тремя. Монтогой, я обр apr Yongде, мне надо было. Я не знаю. Да, ты не знаю. Невматология. Да. Пневматология, это кое-как. Да, оно у нас относится, это было на самом деле. греческом языке слова пневмоз означает или дух или ветер ангиология антропология антропология учение про человеке хамар теология это про грех сатириология спасение а клец иология а клец иология учение про церковь и эскатология а клец иначе а варта а клец последние времена варчи жалманах даримаси я щас вам сбросу близко по идее вот так я в чат сбросил все эти логи и желательно чтобы вы знали что есть что я щас продублирую а лавка линию варимана киа вора вор не а а а а а а а а так с этим мы разобрались давайте еще прежде прежде богословия поговорим о причинах зачем она мне надо это все это самое систематическое богословие это катехические причины или как мы говорили катехизис это чтобы научить к к а а и а и а поэтому мы что люди приготовить к решению к церковному там членству и мы должны как-то суммировать христианскую учение и мы хотим разобраться с хотим с мы решили что мы можем сомировать нашу результаты как мы решили с решение и этикакан артисты? Пасторский или же гомолитический представление истины тоже нуждается в суммировании богословских идей. Холлвакан, воршаки, чешмартутические, урвамын дури анаць рамару нынешний паз, а на нынешний паз. Также в истории церкви мы видим, что отцы церкви, апологеты, они вели полемику и защищали христианство. Вели что? Полемику? Полемику. Скажем так, разговаривали с оппонентами. А, понятно. Немного. Мы хотим, что мы видим, что дури романтические, апологеты, и оборогеты, и их отношения, и оборудования, и оборудовании. Так же, миссионеры, они должны сумировать как-то истиную, когда они пытаются называть христианство в другом народе. Да, миссионеры, как это может быть, как это может быть, чтобы обеспечить критическую жизнь, и как это может быть. так давайте начнем все-таки библиология xx библиология на странице 32 у нас есть 9 пунктов которые мы должны рассмотреть один из них это введение в библиологии поговорить про авторитет писания богодухновенность писания хоски астуц нэшэншвац линэлумасы непогрешимость и безошибочность писания как эти в чем эти два отличаются поговорим я понял что в библии нет ошибок и писания себе не противоречит а сахрана писания Каноничность писания Текстология писания И рассмотрим внутреннее свидетельство писания И ясность и достаточность писания Хорошо, давайте пункт первой, ведение библиологии Библиология, раздел систематического богословия, рассматривающий вопрос о природе и качестве Библии Поэтому вопрос о том, что это за книга, какой у нее авторитет для христианской веры и практики И на какой степени, каким образом следует читать Библию Божественного Откровения И у нас есть историческая справка относительно того, как различные протестанты в период реформации И смотрели и развивали эту доктрину Мы можем видеть, что Лютер, он мне написал труды по систематическому богословию Как вы думаете, Лютер, систематическому богословию, что это не было? Ну, его вера в словоскриптура, очевидно, из многих его произведений Но если мы хотим узнать, что мы хотим узнать, что это очень интересные Мы должны помнить исторический контекст, в котором, скажем, живут люди, которые рассказывали в это время И мы должны узнать, что это может быть, что это может быть, в том числе и т.к. Но это в вопросах, потому что это вопрос, например, По мулчанию принимали за истину, Библия слов Божественного Исса Но Лютер выступал много против того, что учил Католическое церковь. Но Лютер очень многое выступает в том, что он не имеет никакого значения. Для рауэлли, что Лютер был способен не отмаститься? Б. Не думаю, что самый лучший систематизатель в протестантской в 18-м веке был Жан-Калвер. И самая полная его редакция включает СИБА 4 тома. И первую очередь, у него есть 4 гир, 4 тома. И первую очередь было написано на латском языке, и это был в 1559 году. И на французском 1559, и на французском 1559, и на французском 1660. И на французском 1659. И снова важно отметить, что тут Калвина нет отдельного раздета по связи с библиологией. В первую очередь, у него есть глава о том, что дабы прийти к Богу творчеству, мы необходимы руководство и наставление Священного описания. И, тем не менее, читает руды Калвин, становится понятным, что он читал Слово Божье. И Калвин, которые говорили о том, что мы хотим узнать, что мы хотим узнать, что мы хотим узнать, что мы хотим узнать. И последний абзац, его цитата. Мы хотим узнать, чтобы наши слова и мысли не выходили за пределы того, что говорит нам Слово Божье. Мы хотим узнать, что мы хотим узнать, что мы хотим узнать, что мы хотим узнать. Пуритане и новой Англии. Нор Англия и Пуритане? Мы хотим узнать, что мы хотим узнать, что мы хотим узнать. И мы видим, что в Пуритане новой Англии они настаивали, что только описание достаточно и все это дает руководство для всех аспектов жизни и веры. И по мнению Пуритана, кроме того, не существует нравственных или духовных вопросов, которые нельзя решить решение решения. И по мнению Пуритана, кроме того, как и все это предоставлено, что в Пуритане, Они оставили очень важный пуританский документ в Весмисстерской споведании. И в этом направлении, ясно видна их богословия, написанная. И в этом направлении, мы хотим узнать, что мы хотим узнать, что мы хотим узнать. Там есть цитаты, можно привести. какой хотя свет природы деловатворения и проведения 3 3 абзац ну да думаю или мне легче говорить не лучше лучше вам говорить хорошо там в этом параграфе написано с параграфом гравиация хотя свет природы дева творения и проведения такой значительной мере являют благотворительность и силу бога что лишает человеку оправдания Все же их недостаточно для того, чтобы дать то знание Боге и его воле, которая необходима для спасения. Другими словами, мы можем знать о Боге исходя из общего откровения, а также мы можем знать о существовании Бога исходя из общего откровения, а также мы можем знать о существовании Бога исходя из общего откровения. Это риминам первая и вторая главы. Но этих знаний достаточно для осуждения? Но их достаточно, но недостаточно для спасения. Сколько бы мы ни обнимали деревья, мы вряд ли спасемся. Мы не знаем, что цареры греки, мы не знаем, что это было. Далее написано там следующее. Поэтому было угодно Господу в разные времена и различным образом открыть себя и объявить свою волю его церкви. И дальше, для лучшего сохранения и распространения истины. У нас дальше. Все это было очень большим, чем с этим неизвестно. Вы должны быть более верным установкой и распространения церкви. Против испорченности плоти, злобы сатаны и миры с его? Передать всю полную истину на письме. Что делает священный описание в высшем степени необходима? ИНЧЕЕ АМИНА ПАРЦЕР КЕРПОВ, СУРБ КЕРКЕРРА ДАРСНУМАЯ АЛРАЖЕСТЬ? ПРЕЖНИЕ ПУТИ ЭТКРИВЕНИЯ БОЖИХ ИГОВОЛИ СВОЕМУ НАРОДУ НАИНИ ЗАКРЫТЫ. ПРЕЖНИЕ ПУТИОСЛУМАЯ высказать свой взгляд на слово божье. Друзья, мы видим влияние Джонатана Эдвардса, который считает последним испоритан. Он писал в концепте, он всегда держал свои философию и свои ума заключения в подчинении Библии и щитал их всеволишь слугами. Библиология в Трудах по систематическому образованию за последние 150 лет. Снова же цель данного обзора, если мы будем читать все, заключается в том, что чем ближе, скажем так, к нашему времени и чем больше возникал нападок на дектрину Священописания, тем больше богасловы стали уделять этой дектрине месту. Поэтому, в виду продолжающихся нападок на слово Божье в современном мире, у нас есть теперь отдельный предмет посвященный этому вопросу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Постмодернизм отвергает идеи объективного знания А это объективное знание должно приведеть к объективной истине. Поэтому для постмодернистского ума знание оно неопределенное, поскольку абсолютную истину невозможно открыть, если она вообще существует. Субтитры создавал DimaTorzok Конечно, в этой логике постмодернизма есть противоречия. Правда, это постмодернизма, в первую очередь, к этому поводу, в первую очередь. Потому что постмодернизм, он, по сути, заявляет следующее. Абсолютов не существует. Это я вам абсолютно говорю. Да, это не существует. Я не существует, но я не существует. Ну, это ответственность уже является, скажу так, вот этим аксиомом, который он принимает за истину. Абъективность научного эмпирического метода ставится под сомнение. И следовательно, истинна относительно и определяется обществом людей. Поэтому у вас своя правда, у меня своя правда. Поэтому разум уже не средство для раскрытия истины. И теперь для раскрытия истины подходящим средством считают интуицию. Я думаю, что, на самом деле, сейчас является заявление в общество, в Америке, когда люди не могут даже определить, дать определение, кто такая женщина. И поэтому тоже ЛГБТ комьюнити, они пытаются, скажем, насадить свое мировоззрение другим, пытаясь повлиять так же непосредственно на язык. Да. Да. Поэтому они вводят новые места имения, которые являются нейтральными, а не мужским или женским полом. И поэтому человек может себя сегодня считать мужчиной, завтра женщиной, а завтра он как бы вообще, ну, просто человек. И поэтому, если вы с ним знакомитесь, он вам сообщит, что мои место имения, они он, она или они. А пожалуйста, используйте, когда говорите, значит, со мной, вот эти место имения. Ну, конечно, если вы не будете, вы не оскорбите. Ну, это моя истина, и я подам на вас суд. Ну, это то, к чему, скажем так, приводит неправильное богословие. Джон Маккартур пишет, что в наши дни модно во всем сомневаться. Это 37-я страница, пункт 2, в 2007. Понятно, понятно, спасибо. Многие евангельские верующие попросту не очень-то заботятся о своем духовном наследии. У них нет сильно выраженной приверженности к точному пониманию писания и защития его важнейших доктрин от незаметного втаржения заблуждения. У них нет никакого, чтобы не было ни о том, что это не было. У них просто нужно что-то новое и свежее. И больше всего они хотят жить в новом мире. И поэтому они придерживаются таких идей, как терпимость, разнообразие. Ну, они хотят жить в основном, как различия и верность. Поэтому, если вы посмотрите, иногда как проходят домашняя группа по изучению Библии? Лидер приходит и спрашивает, вот отрывок, как ты его поднимаешь? Первый говорит, ну, мне кажется, этот отрывок для меня значит вот это и это. Ты как понимаешь? Ну, мне кажется, он значит вот это. А третий скажет, ну, я чувствую, что мне Господь сегодня говорит вот это. И потом лидер скажет, как многоградная Божия благодать? Ну, это иначе, что вы думаете? Ну, это, как вы думаете, что вы думаете? Ну, это, к сожалению, это, как мы живем. Ну, это, к сожалению, реальности, в которых мы живем. И так же мы можем заметить определенные тенденции даже в богословском, скажем так, обучении. Если посмотреть на требования, которые и предметы, которые проходили раньше в семинариях, то изучение языков, его стал двигать все дальше и дальше. Если раньше изучает участие на богословском языке, то изучает и греческий, и еврейский язык. И теперь, в том числе, магистратуры и докторская степень. И сейчас их убирают, или убрали в НОУРОВНИЕ БАКЛАУРА и в многих магистрских программах. Ну, конечно, я согласен, что есть некоторые специализированные, скажем так, программы, где, возможно, это не самый первый приоритет. И, конечно, это не только для того, чтобы определить значение. Но эта тенденция показывает, что меньше внимания выделяется предметам, которые как раз направлены на то, чтобы точно определить значение описания. И мы смотрим на то, что мы смотрим на то, что мы смотрим на данный момент. Сложности с библиологией в современной церкви. Так как последние 30-40 лет вилась война за безошибочность писания, сегодня на передовой линии в библиологии стоит ясность писания. Ивангельские христиане уже не задают вопроса. Какой смысл этого текста? Ну, такой вопрос подразумевал бы авторитет писания. И теперь они спрашивают, есть ли смысл этого текста? И у нас есть ли смысл этого текста? Что ставит под сомнение авторитет Писания? И многие студенты, которые брались читать эту книжку, задаются вопросом, есть ли смысл в этой книжке? Я уверен, что это не так, что это не так, что это не так. Но, по сути дела, постмодернистское представление, что все надо постоянно предлагать на обсуждение, ничего не может быть точного или определенного, это простое прямое отрицание как ясности Писания, так и единодушного свидетельства Божьего народа на протяжении истории искупления. И, к сожалению, даже, скажем, не только... В церквях эти идеи сейчас распространены, даже не верующие, даже, которые толком мала, что знают про Библию, они прочитаны постмодернизмом, сразу скажут, что... Ну, кто Библию может понимать, и у каждого есть свое мнение. Ну, я думаю, что это не так, что это не так. Хорошо. Каков источник авторитетности писания? Нам нужно понять, что авторитет писания не основывается на общем откровении. Что мы имеем в виду под общим откровением? Это откровение, благодаря которому его невидимые силы и прочие свойства становятся видимыми всему человечеству. И ключевые отрывки мы уже сказали, с которыми говорим об оборудовании. Римляна 1, 18-21. Мы видим, что смотря на творение мы можем знать, что Бог есть и Он обладает силой и мудростью. Римляна 2, 18-21. Бытие 1, 26-27 стихи, которые говорят, что мы сотворены по образу и подобию Бога. И так как мы имеем этот образ и Бог дал нам совесть, мы можем знать, что есть Бог, который спросит нас за соответствующий жизни определенному стандартам. Римляна 2, 18-21. Римляна 2, 18-21. Римляна 2, 19-21. Римляна 2, 18-21. Римляна 1, 26-21. Римляна 2, 22-24. Он ставит аргумент, что те люди, которые не слышали Евангелия, они все равно будут осуждены, потому что поступали вопреки совести. Поэтому их совесть будет свидетельствовать против них, что они знают эту истинную, и шли против них. Псалом 18, 2, 7 стихи снова говорит о том, что мы можем узнать Слава Боша. В этом году мы можем узнать, что мы можем узнать, что мы можем узнать, что мы можем узнать, что мы можем узнать. Поэтому важный момент относительно общего открытия. В этом году мы можем узнать, что мы можем узнать, что мы можем узнать. Слава общий на получателей, они на созданиях. То есть она общая для всех. Второе, содержание этого вида откровения ограничено. Мы можем знать, что Бог есть, но конкретно мы не можем знать дополнительных деталей, что он хочет от меня, что мне нужно сделать, чтобы спастись. Поэтому в нем, третье, нельзя найти спасительные истины. И следует рассматривать, что это откровение о Боге не следует приравнивать к человеческим открытиям или теориям. Это то, что люди, например, обнаруживают биологию, социологию, антропологию и т.д. Так же все люди во все времена повсеместно подавляют это откровение. Поэтому мы видим, что люди противятся и пытаются закрыть глаза на него. Поэтому атеист, который наблюдает прекрасный восход или заход солнца, что они чувствуют, что они чувствуют, и они чувствуются. Он говорит своему сыну, посмотрите, как природа все создала прекрасно. 6. Общая откровение достаточно только для суждения. 6. Общая откровение будет свидетельствовать против людей здесь. 7. Общая откровение не может быть основания для государства. 8. Общая откровение не может быть основания на опыт и переживаниях. 9. Общая откровение не может быть основания для государства. 10. Мистицизм – это система убеждений, согласно которым духовная реальность воспринимается без каких-либо объективных верифицируемых фактов. 10. Мистицизм – это то, что это то, что… 9. Общая откровение не может быть основания для государства. 10. Мой тезь – ему предложил сасон, в которой он встречал Иисус. 10. И он спросил у него хлеба. 10. У него в руках был батон. 10. И он взял батон с левой руки, переложил в правую руку и дал Иисусу. 11. Иисус сказал, что вот так ты делал правильно. 11. Иисус сказал, что это ты делал правильно. 11. Иисус – о question. 10. Ну, ready to meditate. Aha. Это это просто спорник. 10. Иисус сказал, что я буду в районе. Я лино все сделать. мы не мы не можем ставить опыт переживания в качестве оснований для авторитета. Мы не можем сказать, что наши отношения или наши отношения, которые мы не хотим дать эту революцию. Конечно, это вопрос. Откуда ты взял, что ты Иисус? Нет, я не могу сказать, что ты был Иисус. Если бы ты был Иисус, то может ли он противоречит себе для того, что он сказал в своем слове? Ну и так же, Иисус, я думаю, что им нужно разговаривать в любом случае, что он говорит в любом случае. Поэтому должен быть какие-то объективные, скажем так, средства оценки субъективного опыта. Иисус. Иисус. обязательно выводится из чувств, интуиции или других внутренних ощущений. Поэтому объективные данные, как правило, пренебрегаются. Иисус. И это объективные данные. Иисус. 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 Поехали дальше. но имеется имеется ввиду что ты знаешь истину бактерию но зачастую скажем так ты можешь оказаться в церкви где ценится религиозный опыт и на религиозный опыт он будет скажем так диктовать тебе что как нужно делать ну еще одна цитата я так понимаю это связано с харизматическим опытом крещение духом святым это не богословское утверждение подлежащие обсуждению анализу это опыт который можно лишь прочувствовать на себе или еще одно мне хочется подчеркнуть что богословские выводы из этого мощного движения духа не имеют никакого значения я думаю что это не так что это произошло Поэтому часто в харизматических кругах, когда ты говоришь, давай, ну как бы рассмотрим это во свете Слова Божьего, а что тут говорить? Это новое движение Духа или еще что-нибудь? Это то, что Дух делает сегодня, что ты там в Писании открываешь? Поэтому есть определенные моменты, которые следует осознавать, когда мы говорим про мистицизм. Он не учитывает состояние человеческого сердца. Сердце человеческое крайне лукаво. И в чем мы говорим про мистицизм? Поэтому говорить о том, что всегда наши выводы того, что мы пережили, являются истинными, это очень необоснованное утверждение. Мы часто хотим выдавать желаемое за действительное. Мы не получаем уже, скажем так, дополнительное откровение. И однажды одной женщине в селе возле родника стал свидетельствовать. И это бабушка тоже начала говорить про откровение, что ей явилась Мария, Мать Иисусом. Поэтому люди готовы идти иногда за всяким опытом. И современные мистические течения не идут ни в какой-то сравнении с знаменениями и чудесами совершенными Христом и его учениками. И так же нам следует вспомнить, что Мать Иисусом. Мистицизм недооценивает важность объективного особого откровения. Мистицизм, наверное, не понимает о том, что его объективы не понимают. Поэтому очевидно, что человеческий опыт может быть ошибочным и уводить в сторону. Я чувствую, что Библия это 100 лет. Я чувствую, что люди могут быть разные. Нужно сделать перерыв. Три минуты. Три минуты. Ну, поехали. Авторитет не основывается на придании. Придании в смысле? Традиции. Ага. Ага. А авторитет, а каам Харина Куцюнеч, химневац, чий, ауэндуит нерив бра. Ну, предание это, предание исторического, предание в равной степени авторитетным источником богословского знания наряду с Писанием. Ага. 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 Мы с вами знаем, что католическое православное церкви имеет традиции. Мы знаем, что католики, и акции, и акции, и акции, и акции. И свои традиции, и предание ставят на равне или выше Слово Божье. Ага. 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 hemos смотря на soientき уже в том, что эти предания не могут быть в основе того, почему мы считаем, что Библия обладает авторитетом. Возьмите примеры католиков. 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 Вы куда ходите? Баптистская церковь. Баптистская. Это Пятидесятница, рождение, не знаю, Пасха. Пасха, да? Пятидесятница, что еще? Еще этот... Христмас, я не знаю, как это называется. Рождество. Рождество Христ. Рождество, да. Ага. Все? Эткана? Берки, то он чунэк, тэнцин чурмбан. Берки, то он чунэк, тэнцин чурмбан. Берки, то он чунэк, тэнцин чурмбан. Есть? Ну, там еще есть это причастие, но это каждый месяц. Да, это каждый месяц. То есть у вас три? Эката. Нет, подождите. Ну, сейчас только вспоминаю, может больше. Что за рулем? Некоторые люди тоже делают плодов, праздник плодов. Что ты цепляешь? Праздник Жатва, да? Да. Ага. 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 А что-то из себя представляет этот праздник Жатвы, я не знаю. Просто отмечал. Просто отмечал. А он в церковь ходил, и в этой церкви отмечали этот праздник. И то, что я знал, что там все-все было красиво. Ну, я сейчас еще одну картинку праздников, которые в Украине празднуют баптисты. Я сейчас покажу, что в Украине праздников есть больше. Но пока я ищу, значит, относительно праздника Жатвы. Ну, пока я ищу. Значит, относительно праздника Жатвы. Ну, в принципе, это был бы то, что там уже было. Ага. Ага. Я это недавно услышал, но я не проверял эту информацию, что его празднуют баптисты уже более 150 лет. Ага. Ага. Но, скажем так, основание этому празднику, на мой взгляд, не совсем правильное богословское. Потому что они обращаются к Ветхому Завету. Ну, в Ветхом Завете было время, когда евреи должны были принести первый плот в храм. Да. Да. Ага. 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 И поэтому, на мой взгляд, когда используется этот термин и обоснование из Ветхого Завета, поднимает больше богословских вопросов, нежели решает. И поэтому я бы предпочел просто, если церковь хочет поблагодарить Господа за тот же урожай, или просто сделать День Благодарения, лучше назвать его День Благодарения и сказать, просто это наша традиция, нашей церкви, но это не обязательно оправдывать эту традицию из Ветхого Завета. Наша церковь, первое другое было, мы сняли место в клубе и в зале для танцев. я помню что когда мы украшали тоже из овощей начать эту сцену когда мы делали украшения из овощей сцену на праздник жатву когда мы делали украшения из овощей получилось так, что другие люди смотрели что мы делаем и одна девочка подошла и спросила нас что это такое мы начали объяснять что церковь здесь собирается и мы хотим просто поблагодарить Бога за урожай и так далее и она сказала да я подумал что вы какие-то язычники будете жертвы проносить поэтому так что не могу найти этот список но по моему 12 праздников баптисты празднуют на Украине поэтому вопрос практического характера даже по отношению 4 которые вы перечислили где в Библии написано чтобы мы праздновали эти праздники где написано что не праздновать я не против праздновать, просто предоставляет это для Библии что обязательно нам порядка праздновать их праздник но я не знаю, я выигонтер, но по врагу я не знаю, что вы какую-то пишете Ну, в нашем собрании мы каждое воскресенье празднуем день рождения Паута, лучше чем многие праздники. Ну, вы уходите от ответа. Ну вот, поэтому я хочу сказать, что обычный рядовой член церкви, находясь на собрании, он думает, что празднование этого праздника, это как будто так говорит Господь. Если этого мы не будем делать, то Господь что-то с нами сделает. И если другой проповедник придет и скажет, что мы этот праздник праздновать не будем, то, возможно, это будет последняя его проповедь. Потому что иногда это просто иллюстрация того, насколько сильная может быть традиция. И то же самое истинно подношению к доктринам. И не смотря на то, что Пратистанская церкви прямо не учит, и не заявляет о том, как католики или православные, что притания является авторитетным? То есть, какие-то опасности, когда люди будут придерживаться определенных тезисов, которые самим по себе не являются библейскими, но которые рассматриваются на равнее или выше писания. Продолжение следует...